Наталья Нестерова – молодой специалист. Работает в 10-й поликлинике больше месяца. Признается, что коллектив истины уже родные. Ведь девушка несколько лет проходила практику на базе этого медицинского учреждения. Теперь она полноправный член команды с гордым званием терапевт-участковый. Терапевту нахватывает многие заболевания. То, что терапевту обращаются первично. Терапевт – это главный диагност, во-первых. А терапевт – именно тот человек, который должен диагностировать и направить именно в нужное русло. Коллектив больницы пополнился и другими молодыми врачами. Окулист, невролог, гинеколог – вот неполный список новичков. За каждым из них закреплен наставник, в основном заведующий отделением. Они помогают сделать первые шаги в профессии и справиться с грузом ответственности. Ведь одно дело – изучать медицину. И совсем другое – отвечать за жизнь и здоровье человека. Наверное, всегда есть волнение какое-то, страх перед каждым пациентом. И до сих пор и будет еще. Потому что болезни разные, маскируются. Очень серьезно нужно подходить, конечно, к каждому пациенту. Ну, конечно, приятно, когда тебя называют по имени-отчеству. Пациент, когда тебя обращаются, просит помощи. Хочется помочь, конечно, откликнуться. Программа «Наставничество» начала работу в прошлом году. Она хорошо себя зарекомендовала. Стоит отметить, что учебного плана нет. Подход здесь индивидуальный. Молодые врачи в любой момент могут обратиться к наставникам, чтобы отработать сложные ситуации. Уже прошли мастер-классы в рентгенологическом отделении, лаборатории. Тренировались оказывать неотложную помощь. Их учили функциональной диагностике, то есть расшифровке кардиограммы. Когда нет врача функционального диагноста, и врач приходит, допустим, на дом к пациенту, скорая сняла пленочку, соответственно, доктор должен сам прочитать эту электрокардиограмму, чтобы дать рекомендации пациенту или направить его на госпитализацию. У молодых докторов возникали определенные трудности. У проекта нет временных границ. Более того, в него также включают врачей, которые делали перерыв в работе или недавно сменили медицинское учреждение. Это помогает быстрее войти в режим и повысить квалификацию прямо на рабочем месте. У нас есть 20 цельвиков, которые сейчас учатся в Рязанском медицинском университете. Мы с первого по шестой курс в этом году у нас уже цивилики начали обучаться в ординаторе. И после обучения в ординаторе в следующем году к нам приходит врач-кардиолог, врачи-терапевты. Поэтому мы полномерно готовим кадры, которые нам необходимы для работы в поликлинике. Напомним, что на данный момент в поликлинике номер 10 работают 64 врача. Программа наставничества помогает решить кадровый вопрос. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».